В Тюмени завершился Всероссийский фестиваль «Наука-0+. Его посвятили Международному году периодической таблице химических элементов Менделеева. Анастасия Лизаревич познакомилась с его участниками и даже позволила поставить на себе опыт. Молодые изобретатели выяснили, много ли энергии в переводе на милливольты в «Моей коллеге». Об этом и других особенностях фестиваля в следующем сюжете. Здесь, в технопарке, сегодня собрались юные гении. Иначе не скажешь. Они строят беспилотные автомобили и дома из настоящих макарон. Сейчас сами все увидите. Ребята, ну вы решили всех удивить, да, на этих площадках? Да, мы решили сагитировать детей, построить какие-нибудь сооружения из башни, из макарона и пластилина. У вас здесь настоящий аншлаг, я смотрю. Да, мы сами не думали, что так получится. Сегодня вы строите из макарон дома, да, а завтра будете настоящие. Да, да, это демо-версия наших будущих построек. Сегодня, когда, кажется, уже придумано, ну все, что можно, сложно найти новую идею? Ой, ну, знаете, как говорил кто-то очень умный. Все хорошие идеи новые, это хорошо забытые старые. Что придумали вы? Мы придумали модель беспилотного автомобиля. Я думаю, что в ближайшие 5, максимум 10 лет в России мы точно будем уже пользоваться беспилотными технологиями в полном объеме. А за этим столом проводят какие-то необычные опыты. Давайте узнаем, какие. Что у вас здесь такое? Здравствуйте. Здесь мы показываем опыты на том, что из любого живого вещества можно получать энергию. Измерим сначала лимон. В лимоне 960 милливольт. Довольно-таки высокий показатель. В яблоке напряжение больше 1 вольта. Неужели в человеке во мне меньше энергии, чем в яблоке? А давайте измерим. У вас потенциал 750 милливольт примерно. Меньше, чем в яблоке, но больше, чем в картошке. Сегодня здесь много таких умных, креативных ребят. Где вас всех находят? Значит, мы выступали в различных конференциях. Умных ребятишек как-то награждают, поощряют вообще во время учебы? Естественно, есть стипендии. Сколько, если не секрет? До 20 тысяч доходят. А вот так вот в толпе вообще реально сразу увидеть будущего гения? Да, реально. Как вы их вычили по глазам? Да, то есть горящий взгляд. Сегодня уже замечали? Да, замечали. Это лазерно-нагревальный станок. Но для того, чтобы наблюдать, необходимо надеть очки для защиты глаз. Так, давайте одеваем. Так, теперь рассказывайте. Вы о чем мечтаете, как студент, как ученый? Я хочу, чтобы мир стал лучше. Итак, что мы сегодня выяснили? Давайте подведем итог. Гениев выдают горящие глаза. А в человеке тоже есть электричество. Проверено на себе. Современные дети с гаджетами на ты. И если верить статистике, возраст пользователей молодеет. В пять лет большинство уже знакомы с интернетом. А к восьми годам в сетях школьники проводят уже большую часть своего свободного времени. Родители сами дарят гаджеты. У большинства 11-летних есть личное устройство для выхода в интернет. Чаще всего это смартфон. Эксперты считают, что бороться с этим явлением бесполезно. Но необходимо учить детей безопасному поведению в сети. Объяснять, что такое кибербуллинг или, проще говоря, травля. И чем опасен офершеринг. То есть излишняя откровенность. Общественная палата России предлагает ввести в школьную программу спецкурс по информационной безопасности. Раньше с такой инициативой выступали депутаты Госдумы.